В сегодняшнем дне. Сегодня. Вознесение Христова. Если бы у вас была возможность такая где-то, ну не в деревне, а в городе, люди ходят в храм. Ну спроси, что такое Рождество празднует? Родился Христос. Воскресение что означает пасха? Воскрес Христос. А вознесение, ну за всем что-то стоит. А вознесение что дает? Вознесенки фамилии, районы есть. Ни один человек не может объяснить. Смысл вот этого празднования в чем заключается? Если кто хочет подробнее, открывай просто 16 главу Евангелия от Иоанна. А чем Евангелие от Иоанна от Луки? Описывает земную жизнь, как Матфей. А Иоанн, ну три это называют, они похожи друг на друга евангелисты. А четвертый, это как солнце катится по земле, говорит Иоанн Златоуст. Он прямо об этом говорит. А чтобы начать это понимать, есть такой стих, за который буквально люди со страхом берутся. Римлянам 8 глава 9 стих. Ни выбора ничего не делает. Прямо кто не имеет Духа Христова, тот и не Его. А я в храм хожу, тот и не Его. Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие, не может. То есть, даже мытарство не проходит все. А эти стихи связаны между собой. И вот что заключается в этом празднике, который Церковь наметила отмечать, не в первом веке, позже. Видимо, постепенно только доходили до этого. Иисус говорит, я иду к Отцу Моему. Если не пойду, Дух Святой не сойдет. А если Дух Святой сойдет, Он что сделает? Ласкать будет? В Духе Святом у тебя врагов нету дома, все хорошо. Нет. А говорит, и обличит мир. О чем обличит мир? О грехе? Смотри на пальцы свои. О правде и о суде. Когда считаем это, я спрашиваю людей, даже священникам. Ну, грехи есть смертные. Смертные семь грехов. Это все выдумка. Нигде Господь не назвал грех. Один смертный, другой не смертный. Написано, что всякое согрешение уводит человека. Возмездие за грех смерть. 6.23. Евангелие, послание апостола Павла. Возмездие, плата. Иначе Иисус бы не умер. И не просто Он умер. 1.29. Ведь Евангелие говорит, вот агнец Божий. И он, креститель, простирает руку. Который берет на себя грех мира всего. Образно сказать так. Иисус распят был. И Он возносится к Отцу Небесному. Дальше картину эту представлять не надо. Воображение просто маленькое. Он показывает Отцу Небесному, Богу, раны свои. Две на руках, две на ногах и пять. Вот почему католики Петернюю, они самое правильное у них крестное знамение совершают. Я попутно это все говорю. И что будет? Пошлю Духа Святого. О грехе начинают священники, особенно священники. Я уж не говорю, какой там вам. И Библию в руках-то не держат. Если бы читали святых отцов, вопрос бы отпал. О грехе. А сколько грехов? Вот говорят, человек покончил жизнь самоубийством. Способов покончить жизнь самоубийством 98. Я к примеру говорю. А причин к этому 980. А состояние-то оно и то же. Так это только самоубийство. А здесь что не возьми? Ни один сквернослов. Царь Всего же не наследует. Почему? За всякое слово празднуем. За человек ответ в судный день. О грехе. И ответ дальше идет. Это 7 стих 16 главе Евангелия Атьяна. О грехе, что не верует в меня. Отсюда все остальное. Вот это предательство. Депутаты. Вот сейчас важное событие. Попутно хочу сказать. В Российской Федерации. Это уж только Бог услышал молитвы. Какие взятки? Взятку дают сразу 12 миллионов. Даже 20 миллионов. Взятку. Значит он выигрывает там миллиарды. И вдруг Путин ставит около себя. Заменяет Шойгу. И ставит Белоусова. Андрея Ремовича. Невоенный человек. Министр обороны. Он может быть оружие в руках не держал. А с чего началось? С генералов. Уже сколько их посадили? И он начал с самого правильного. Сколько там потеряли уже сейчас. Где военная операция идет. Почему даже это разворовывали? Я прошу всех помолиться. И мы включите его в молитву своей. Андрей, вам легко запомнить это дело. И он сегодня до самых последних добрался. Которые уже три года назад ушли. И те уже за решеткой сидят. Женщины генеральщи называется. Подряд смел, как ни одной не бывало. Андрей, не буду портить биографию. Идите по-хорошему, уходите. И вот грех это что делает? Да, коррупция. Грех. Аборты делают. За время перестройки только 120 миллионов абортов. 120 миллионов, которые теперь бы выросли. Не помешали бы эти люди. О грехе, что не веруют. О грехе. Верующий он не может делать то, что не верующий. Почему? Ну, я грешный, многогрешный, супергрешный, архигрешный. Православным это сходит. Так люди мы. Но Библия учит по-другому. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3, 8 стих прямо говорит так. Рожденный от Бога не грешит. У нас это не проходит. Как не грешит? Да я смотрю на него и думаю, вот надо. А дальше написано. Рожденный от Бога не может грешить. Не может. Перед ним мы наложили такие золотые горы и сказали, согрешил. Он не может. У него ни рука, ни нога, ни глаза не идут туда. Это противно мне слышать. Вы слышите, о чем речь идет? О грехе Дух Святой обречит, что не веруют в меня. Все виды преступлений, что вот не давали тут развиваться, что столько, сколько сейчас говорят они, 81 тысяча населенных пунктов исчезли. Много ли таких, которые с нуля начали? По пальцам уже пересчитать. А сколько тебя обманывают? За эту грешку я никогда не забуду. Пообещал, написал, не отдал в суд. А судья на той стороне уже, а что, да маленько может быть что-то. Судьи это вечерние волки, говорит, не оставляющие кости до утра. Грех, что не веруют во Христа. За этим все абсолютно. Непризнание истины православной. Не верующие в Бога, способен на любое преступление. Он верит, что Бог есть, но не в Духе Святом. Нам трудно поверить, что Гитлер пел в хоре. Как так? Ничего, в церковном хоре. А постепенно дошел до другого. Такая нация нужна, а такая не нужна. Националисты должны быть. Ленин получал пятерки по закону Божьей. Где они оказались? В одном месте? У того только поменьше, чем у этого. Итак, Дух Святой обличит мир, что они не веруют. Вначале смотреть, которые депутаты. Там процентов 30 бывшие уголовники. Это сегодня никакой не секрет. Все официально говорится где-то. О грехе, что не веруют. О правде. Дух Святой скажет. Какая правда? О правде, что иду к Отцу моему. А люди разве не верят? Ну в облаках срылся, а куда он идет дальше? Но так же и придет к Отцу Небесному. О грехе, о правде, о суде. А какой суд? Судьи-то все какие продажные. Так думают люди. Хотя я встречался и нормальные есть. О суде. Каком? Что князь мира всего осужден. Уже осужден, когда Господь возносился. А не так, что... Мне встречались такие. А я сатане поклоняюсь. Прямо сатанисты. Там в карты играют и прочее. Сатана помогает. Что бы ни делал, а почему? Он человек-убийца от начала. В нем нет истин всякой ложь от сатаны. Если ребенок научился лгать, позаботьтесь. Ощистите ему рот от этого. А потом наложите и петевью свою. Подумайте, как это. Итак, сегодня Господь поднимается в небо. Показывает Отцу Небесному раны свои и говорит. Отец закрыл. Не получает человек. Ну, как не получает. Шестая глава, первый стих пророка Исаии. Библия говорит, если человек прокаженный, он должен выйти за город, где-то отдельно быть, сидеть. Повеление Божие. Ну, вот мы читаем Царь Озия. Победа за победой. Во всех все надо... Ну, видит, не такое к нему поклонение, как к батюшке. Это подходят, руки целуют. И тоже взял кадила, давай кадил. Священники закричали, видимо. Не делай этого, царь. Это священническая доля. Да пошли вы. И мгновенно покрылся проказой. И теперь его не надо уговаривать. Отдать кадила он сразу же. Но ошибка была та, что его за город не выселили. Царем он не стал. Сын стал царствовать. Но закон гласил, он должен быть за городом. И Бог сразу отнял пророчество от всей страны. И пророк Исаия больше перестал быть пророком. И написано, начинается, год смерти, царя Озии. Я никогда бы сам не дошел до этого, если вы не ангел Тауст. Он говорит, поэтому Бог отнял благодать. Потому что вы видели, это прокаженный. Почему его за город не выстрелили? Ему может быть дворец такой. Там не написано, какой дворец должен быть. Итак, сегодня, тогда был первый день. Господь показывает раны Отцу Небесному. Отец, я умер за них. Очисти крови своею. И теперь они примиряются с тобой. Пошли им дар Духа Святого. Видите, как просто. Дары не даются, когда человек враг. Ну, враждует, с чего его? Надо арестовывать и доводить до ума дело. А здесь Дух Святой придет. Облечить мир о грехе. Запоминайте о чем? Любой грех, который в семье, непослушание, дети, родителям. Все в этом. Второе. О правде, что он идет. Да он ушел. Ушел. И теперь, говорит, земля свободна. Князь мирно сего осужден. Вы взываете, избави нас от лукавого. Итак, мы взываем Господу. И сегодня особенно. Дух Святой сошел. Без Духа Святого никто не войдет туда. Дай мне, Господи, благодать и Духа Твоего Святого. И перед тобой сразу все. Вам я просто неоднократно говорю. У нас некоторые привыкли не приходить в субботу. Вы понимаете, многое теряется. Во-первых, проповеди, если бы везде они были. А второе, перед Богом-то отвечать за каждую минуту надо. И больше всего, кто опаздывает? Ну, кому только перейти в двор свой. Это на нас все стоит. А почему? Я не знаю. Я знаю только одно. Есть люди, которые опустились за эту грань. И по всем признакам похулили Духа Святого. Они их каждый день изыскивают. Я знаю, как потеряевку уничтожить. У нас садужица интернетная. Я знаю, как разрушить. Где бы что, кто не сказал, он хватает все. Перед Богом, извиняя Духи Святом. А ибо изгнание Духа Зла. Если знаешь, о чем говорится, взывай под звездным небом и под солнцем. Господи, одна душа будет погибать в нашей жизни, в наших глазах. Мы никаких мер не предприимем. Не будем страдать от этого. Это страшно. Это мы привыкли. Так, мы побыли, сейчас уйдем. У нас все, это ребенок подрастет как надо. А как дальше-то будет? То Духа Христовой не имеет, тот и не его. А где он сходит? Примирился ли я с Богом? Дух Святой тогда сойдет. И тогда тебе не страшна смерть, болезнь, все остальное позади. Господу Богу нашему слава, что он умер за нас и потлал Духа Святого. Аллилуйя, аминь. Аминь. С Богом. Игнарий Тихонович, а еще один момент. Когда Христос воскрес, Морея к нему кинулся, он сказал. Да, не прикасайся. Не прикасайся. Да. Я еще не восходил к отцу, потому что по прежнему, как он обращался, по простоте, это отошло. Раньше мы знали Христа как по плоти, а отныне не знаем. Почему? Он воздыхал, жаждал, спал. Этого уже ничего нет. Так, мы сейчас пройдем. Ну, все, слава Богу за все. Аллилуйя.